МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему я выбрала липу? Потому что липа – это чудесное мягкое дерево. Оно очень хорошо стрижется. Его любят те, кто занимается топиарным искусством. В Кусково целые аллеи выполнены из липы, потому что шереметью вы знали, что она легко поддается стрижке. Но, к сожалению, этой зимою одна липа у меня подмерзла, поэтому я беру и сажаю новый экземпляр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, яма теперь готова. Нужно полить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дерево ставим таким образом, чтобы боковые ветки соприкасались с соседним деревом, чтобы я могла их потом привязать. Начинаем закапывать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу обратить ваше внимание, что шейка у дерева не должна быть заглублена, иначе оно будет болеть и страдать. Обратите на это внимание. Но теперь нужно еще раз полить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь ее нужно укоротить до размера соседних деревьев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режется она очень легко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надрезы лучше делать над почками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, а теперь нужно боковые ветки связать с ветками соседних деревьев, для того, чтобы форма барабана была сохранена. Для этого я беру проволочку и соединяю соседние ветки. Проволока мягкая, липа запомнит свое новое местоположение, одревеснеет и будет находиться именно в таком состоянии. Вот так. А что касается плодовых деревьев и как правильно выбрать саженец, для того, чтобы он оказался жизнеспособным, вы узнаете из нашего следующего сюжета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно выбрать саженца, потому что это дело серьезное, и сад вы закладываете на много лет. Итак, саженца существует с открытой корневой системой и с закрытой корневой системой. Плюс закрытой корневой системы, что корни хорошо сформированы, вы можете посадку производить в любое время. Относительный плюс открытой корневой системы, то, что эти растения более дешевые, и вы видите, что вы сажаете. Растения бывают разного возраста. Однолетки, двухлетки и трехлетки. Однолетние растения, как правило, они и более дешевые, и они гораздо легче приживаются в саду, если они с открытыми корнями. При выборе саженца, конечно же, вы обращаете внимание на сорт. Осматривайте корневую систему. Она должна быть здоровой, крепкой, корни должны быть живыми. Дальше вы смотрите сам стволик. Видно место прививки. Обратите внимание, что такое корневая шейка. Сейчас хорошо видно, это место, где начинают расти корни. Поэтому, когда вы будете сажать, вы будете сажать не где место прививки, а именно в то место, где начинают расти корни. Соответственно, прививка у вас обязательно должна быть над землей. Дальше вы смотрите. Стволик должен быть ровным, без механических повреждений, не сухой. И, конечно же, должна быть какая-то бирка или тихетка, чтобы вы потом могли понять, что за сорт вы посадили. Такой саженец брать можно. Очень часто можно встретить вот такие саженцы. Длинная палка, как правило, это слива так вырастает, или черешня. Это не очень хорошо, вот такой рост в один ствол. Вполне возможно, что это или очень жирная однолетка, может быть, это двухлетний саженец, но вам все равно надо формировать штамп. То есть на высоте где-то метр-метр двадцать вы будете обрезать такое растение для того, чтобы у вас формировались боковые ветви, и вы могли формировать крону. Но, тем не менее, обратите внимание, здесь уже совершенно другая корневая система. Ваша задача, чтобы на этих корнях появились обрастающие корешки. Поэтому при посадке вы подрежете корни и макнете их в корневин. И у вас начнется активное образование корней по периметру корневой системы. Вот перед вами яблони трехлетка. Давайте я вам расскажу небольшую хитрость, как можно определить возраст саженца. Вы берете прирост, последний прирост этого года, и смотрите. Раз прирост, это приросло в один год, соответственно, из последней почки. Два прирост, прирост во второй год. И три прирост, это основной штамп. То есть этому саженцу три года. Некоторые продавцы могут сказать, что ему четыре года, потому что еще год на рост по двое. И любой саженец и дерево в саду вы можете таким же образом определить его возраст. То же самое мы смотрим на здоровый ровный стволик. В разные стороны отходят ветви. Сформированы штампы. Вот видите, как раз то самое место, в котором обрезали. Приложил наш однолетний саженец, вот этот трехлетний. То есть вы видите, на высоте метр, метр двадцать, обрезали верхушечку стволика. И, соответственно, после этого проснулись все почки, и началось побега образования в сторону. У вас стал формироваться штамп. Существуют определенные сроки посадки растений. Как правило, семечковые растения, яблони, груши, сажают осенью и весной, а косточковые сажаются вишни, сливы, абрикосы. Сейчас есть тоже районированные сорта. Сажаются все сажать, стараются все сажать весной. Растения с закрытой корневой системой вы можете сажать круглый год. Конечно же, в первой половине лета это предпочтительнее, чтобы растения могли развиться на вашем участке и спокойно уйти в зимовку. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня! Я хочу вам сегодня рассказать про одно удивительное растение. Это частяк. Вот этот вот зеленый коврик, который под хостой покрывает землю, выручает садоводов, особенно в весенний период, когда листья многолетников еще не прикрывают землю. Он появляется неожиданно и уходит неожиданно. Почему? Потому что это растение эфемероид. Он все время убегает, так же, как хохладка, как подснежники. У него прекрасные цветы. Такие вот маленькие, похожие на ромашки цветочки. Вы меня сейчас спросите, а где его приобрести? А покупать-то его совсем и не надо. Надо просто дойти до ближайшего леса и посмотреть в топком месте. Он просто растет. Вы там его сорвете и поселите его к себе в сад. А он потом будет размножаться самоселом. И причем очень быстро. Необходимо всем иметь частяк, потому что он очень полезное растение. Во время войны с помощью частяка спасались от голода. Я вам сейчас покажу, какие у него удивительные клубни. В основании растения находятся клубеньки. По вкусу они очень напоминают картошку. И если их хорошо отмыть и сварить прямо вместе с зеленью, то получится неплохой обед. Почему его называют частяк? Потому что он чистит кровь. Это используется как кровоочистительное средство. И с ним можно делать все, что угодно. Можно из листьев делать салат, настойки, сушить, мариновать. И, в принципе, что только вам в голову придет. Только будет в пользу. Частяк весенний. Это многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых. Появляется ранней весной, сразу после таяния снега по сырым местам. На лугах, на лесных опушках, по берегам рек на Кавказе, в Сибири, на Урале и Средней Азии. Цветки одиночные, ярко-желтого цвета. Состоят из 6 или 12 лепестков. Высота цветочного стебля от 10 до 30 сантиметров. Корневая часть сильно разветвлена. Между отдельными нитями-корешками имеется большое количество белых или слегка сероватых клубеньков. Зелени клубни, частяка, богатые витамином С, издавна использовали как лекарственное средство. В свое время этим растением лечились от цинги. Я решила себя поддержать этим трудовым летом и почистить кровь. Поэтому мне понадобился чистяк. Я помыла его. Посмотрите, какие клубеньки стали беленькими. И буду из него делать настойку. Измельчаю руками, чтобы была энергия моя в бутылочке. Запихиваю в бутылочку. Заливаю это все водкой. Буду настаивать в течение 21 дня. И потом буду принимать по чайной ложке с основным приемом пищи. В этом частике огромное количество витамина С. И весь он перейдет в настойку. Хранить буду в темном месте. Попробуйте это сделать сами, и вы увидите, как ваш тонус повысится. Я хочу обратить ваше внимание на такое, казалось бы, простое, но удивительное растение. Это одуванчики. Многие садоводы пытаются от него избавиться. Но узнав о нем больше, может быть, вы передумаете это делать. Из головок одуванчиков варят варенье. Листьями прокладывают сэндвичи. Из листьев делают щи и добавляют листья в салат. Там много витамина С. А как делать из одуванчиков кофе, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приятного и очень полезного напитка. Кофе из одуванчиков. Для приготовления этого напитка нам потребуются непосредственно одуванчики, заранее выкопанные с корнями. Потому что готовить кофе мы будем именно из его корневой части. Итак, теперь нужно отделить вершки от корешков. Для приготовления кофе нам потребуется именно корневая часть. Хочу обратить ваше внимание, что сырье для кофе из одуванчиков лучше всего заготавливать осенью, когда в корневищах уже нет млечного сока. В другое время года этот напиток просто будет горчить. Теперь измельченные корни одуванчика следует хорошенько обжарить. То есть поступить с ними точно так же, как и с настоящим кофе. Но я заранее это сделала. И вот посмотрите, как выглядят корни одуванчика после обжарки. Обжаренные корни одуванчика теперь осталось лишь измельчить. Но для вкуса и аромата сюда можно добавить несколько зерен кофе. Наш кофе готов. Его осталось только заварить. Насыпаю этот порошок в заварочный чайник. То есть поступаю с ним точно так же, как с молотым кофе. И заливаю кипятком. Ну что ж, попробуем, что у нас получилось. Вкусно. И кроме того, очень полезно. Здесь очень много микроэлементов, которые повышают иммунитет. Будьте здоровы! Ну, сегодня это все садовые истории, которые я успела вам рассказать. О своих садово-огородных достижениях вы можете поделиться с нами на нашем сайте sadtv.ru Увидимся через неделю!